Мне любопытно ваше мнение по поводу того, какая ситуация сейчас в тех кругах, которые традиционно принято называть российской оппозицией, хотя я это слово категорически не приемлю. Я считаю, что оппозиция это, если угодно, привилегия демократического свободного общества, где бывают конкурентные выборы, где какая-то партия побеждает на выборах и образует правительство, а какая-то проигрывает и вот уходит в оппозицию. И с парламентской скамьи, с парламентских кресел правящей партии оппонирует, а в России есть политэмиграция, есть в конце концов какие-то антипутинские силы, антипутинские группы, антипутинские движения. Ну, конкретно меня вот что интересует, по какому вопросу меня интересует ваше мнение. Вот известный российский, тоже оппозиционно настроенный, тоже антипутинский настроенный экономист и политолог Владислав Иноземцев на днях опубликовал примечательную статью, в которой призывает российскую политэмиграцию превратиться в российских профессиональных революционеров и, в общем, ничтоже сумняшся, предлагает им брать пример с большевиков. Как большевики, будучи в абсолютном меньшинстве, накануне революции 1917 года, сумели таки всех победить и призывает их взять на вооружение, в том числе и большевистский опыт. Вот вы что по этому поводу думаете? Я вас удивлю, наверное, но в словах... Как еще раз? Владислав Иноземцев. Иноземцева есть здравый смысл. Поясню. То, с чем столкнулась сейчас антипутинская, не знаю, антипутинская миграция, это хищник. Вот они имеют дело не с человеком, с которым можно договариваться, играть по каким-то правилам. Хищник никаких правил не имеет, у него есть право силы. Если он может вас сожрать, он вас сожрет. Более того, хищника распаляет кровь. Один раз удачно съев жертву, он хочет еще больше и больше. Это Путин. Против хищника есть только одно средство, его ликвидация, его физическое уничтожение. Это касается любого маньяка, серийного. Человек не может преодолеть себя, он должен убивать. Путин – это человек, который убивает. И причем он убивает не просто там единицами, как маньяк, да, там, Чикатило, 58, по-моему, жертв, если я правильно помню. Он убивает Тибер десятками тысяч. Причем речь идет не только про украинцев, которых он убивает, и граждан других стран. Он перемалывает российский народ, затянув его в мясорубку войны. Он ставит мир перед Армагеддоном. Я вот, извините, вчера нашел время и послушал на площадке YouTube канала редакция интервью с каким-то российским военным экспертом. Он подробно объяснил, почему конвенционная война, которую ведет Украина, не имея ядерного оружия, может привести к ядерному ответу России. Потому что объекты России, которые предназначены для ядерной войны и для конвенционной, это одно и то же. И когда украинцы наносят удар по радиолокационной станции в Воронеже, который для нас является объектом законным, потому что она координирует движение авиации, которое нас бомбит, то мы наносим удар также и по ядерной инфраструктуре России. А, соответственно, по концепции она может нам ответить тактическим ядерным ударом. А во что потом он перерастет, уже в мировую глобальную Армагеддон. То есть Путин ведет мир к Армагеддону, он должен быть физически уничтожен. Ведь на мире мира, если я сейчас буду говорить о том, что я очень жалею о том, что ни Черчилль, ни Сталин в свое время на самом деле не дожали план физической ликвидации Гитлера, что могло сильно изменить войну, и это не получилось и у военных германских, которые пытались ликвидировать Гитлера. То есть сейчас, я думаю, перед нормальным человечеством, а уж точно перед путинской, должна быть физическая ликвидация режима. Потому что по-другому вы его не ликвидируете. То, что не смог сделать пригожим. Хотя показал Путин. Оказывается, это был весьма, ну, как это сказать, небесполезный путь, что есть слабые места у этого режима. Вся его сила скоплена в Украине. А Россия порою, она не обладает, ну, то есть в России самой таких сил нету, хотя Путин сейчас это делает. Последний указ Путина увеличить армию на 170 тысяч. Это серьезное, это превращение действительно в милитаристского монстра, который является угрозой для всего. Поэтому всячески гуманитарные, травоядные способы борьбы с Путиным бесполезны. Бороться с ним надо физически. А уже как? Я готов поддержать, что методы большевиков успешные по ликвидации самодержавия и временного правительства можно перенять. Кроме одного, ни в коем случае не принимать те цели, которые приняли большевики. Превратить государство ровно в такого же монстра. В такую же империю, только по другой религии. Религия, которую они называли социализм. Если цель действительно превратить Россию в демократическое, открытое, а как по мне, желательно глубоко федеративное, потому что эта огромная территория может эффективно управляться только через, если это будет союз независимых. Ну вот, на самом деле, или конфедеративное государство. Соединенные Штаты – это конфедеративное государство, чтобы вы понимали. Каждый штаб, 50, имеет полномочия и местное самоуправление на уровне статуса чуть ли не отдельного государства. Кстати, Советский Союз формально был таким. Формально. Формально, исключительно формально. Ну, потому что так прятали то, что это суперцентрализованное, захваченное одной кликой государство. Вот превратить. Я бы его и превращал в безъядерное государство, честно говоря, потому что хрен его знает, кто захватит, как показал опыт и так далее. Если цели такие, то и методы большевиков будут оправданы, если они приведут к таким целям. А если просто сменить Путина и стать такими же диктаторами, как стал Сталин, Ленин и прочие большевики, так, конечно, нет. Поэтому вот так. Ну, хорошо. Ну, вот тот же господин Иноземцев в частности пишет о том, что нужно взять на вооружение, как это делали большевики, и понятные, простые, популистские лозунги, которые приносят успех. А вот до сих пор все либерал-демократы в России, ну, до тех пор имеется в виду, пока можно было еще заниматься какой-то политической деятельностью. Вот все оппозиционные силы в предыдущие десятилетия, которые играли на либерально-демократической площадке, проигрывали, потому что стеснялись или брезговали вооружаться понятными, простыми, вот как большевистские лозунги, вся власть советам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим. Вот такие лозунги, они... Нет, Никитич, тут надо разобраться с термином, тут путаница терминологическая, смотрите, давайте так. Изначальное значение популизма, я сейчас очень упрощу, вот такая популярная политология. Смотрите, когда-то политики, в европейской политике поделились на тех, кто отстаивал интересы и нес лозунги элиты, разных элит, и эти лозунги были неблизки и непонятны обычному народу. И тут появились люди, которые стали отстаивать интересы обычного народа. Их и назвали популисты, потому что популярны, попули, да, и так далее. И это было неплохо, потому что, в общем-то, политика предполагает, что ты создаешь среду обитания для большинства, а народ и состоит из большинства. И как раз для элиты должны быть близки чаяния и желания народа, потому что роль-то элиты и в том, чтобы подтягивать обычный народ до своих элитарных понятий мироздания. С тех пор этот термин популизм сильно изменился. И сегодня, не знаю как где, но в России, думаю, и в Украине он означает одно и то же. Это соответствует термину обмануть. То есть ты приходишь к народу, говоришь какие-то ему обещания, которые отвечают его чаянием, а дальше, нифига, придя к власти, ты этого не выполняешь. Начинаешь обслуживать, ну, в Украине так, элиту, политическую элиту, я вот в кавычках говорю, да, потому что настоящая элита для меня это другие люди, правящий класс. Что сделали большевики? Да, вот в их понимании именно так было. Они пообещали мир, землю, национализацию заводов, фабрик. И на начальном этапе они это сделали. Мир был заключен, Брестский мир, если вы помните, да, война прекратилась. Именно это было базовое чаяние. Но она прекратилась, ровно для того, чтобы потом за много лет активно превращать страну в милитарийскую страну, которая должна была завоевать весь мир и развязать другие войны. Оккупацию Прибалтики, оккупацию Польши, захват территории. И вообще планировалась Большая Европейская война. Вот. Землю раздали и забрали потом в виде колхозов, превратив селян в обычных крепостных новой формации. Никакая национализация не привела к акционированию капитала, когда все стали владельцами завода, а владельцами стала только номенктура государственная. А рабочие снова превратились в тех же подневольных наемных рабочих. То есть обманули, в итоге обманули. Причем поговаривают, что лозунги даже не свои взяли, а взяли лозунги других партий, которые на тот момент были их конкурентами. Так вот, если считать, что популизм, популистические лозунги вот такие, как в первом варианте, чаяние народа, кстати, лозунг «Мир народом», прекращение войны, вывод войск и заняться проблемами внутри страны, а не учить другие соседние страны, как надо жить, и выполнить этот лозунг. Прекрасный лозунг. Я думаю, что никто из россиян особо гибнуть на войне, кроме маленькой части ZZ-патриотов, не хочет. Тем более в преддверии следующей волны мобилизации, когда из твоего дома заберут мужа, брата, сына и бросят погибать в местном штурме где-нибудь в Донецкой области. Вот. Ну а повышение уровня жизни обещать, но только надо его достичь. Когда, как этого, многие авторы всяких различных в мире экономических чудес достигли. Прекращение, убрать бюрократию, которая традиционно, как в Украине, так и в России, наследие Советского Союза разросшиеся. Прекрасный, но только надо это сделать, как сделает Асаакашвили. Справедливые суды, которые судят по справедливости, как это сделали Кванью, тоже прекрасный лозунг. Если таким образом, да, нужны простые, понятные, политические лозунги, которые будут иметь популярность в народе, в приходе к власти. Но я вам так скажу, что нынче это не очень правильный метод по простой причине. Вам никто не позволит эти лозунги доносить до российского народа. Там либо так, либо ты захватываешь власть и для поддержки себя населением рассказываешь ему свою популистическую программу, которую искренне стараешься выполнить. Тогда да, чтобы власть удержать. А для захвата власти тебе никто не позволит эти лозунги. Как захватывать власти? Вот вы бы могли, как политтехнолог, предложить план захвата власти противниками Путина? Но мы почти видели этот сценарий. Если бы господин Пригожин имел большее, по-моему, он сам был удивлен своему успеху. А все-таки, по-моему, порядка 7 тысяч у него было подготовленных бойцов, хорошо вооруженных оснащенных, даже способных сбивать самолеты. С мобильными ППО. Вот вам и план захвата власти. Только вопрос, где взять 6 тысяч вагнеров, подготовленных тебе преданных, способных пойти на Москву. Но может быть и проще. Узкая группа людей, которые прекрасно знают устройство и охрану жизни Путина, организация покушения удачного, это вот вариант Валькирия, который почти состоялся, с одновременным приходом и захватом в Москве по большевистскому методу, что, кстати, и планировали немецкие военные части Гитлера, захват власти в Берлине и объявление новой власти. Все, Гитлера нету, есть мы. Ну, надо просто изучать перевороты, военные перевороты, как это происходит и так далее. И где-то там есть эти пазлы, из которых можно свой план. Но для этого надо обладать колоссальной смелостью, колоссальной смелостью, с сильной политической волей, ну и необходимыми ресурсами. Это же не каждый может. Это все надо организовать. Ну, хорошо. Возвращаясь к делам украинским. Вот тут кто-то нам написал по поводу господина Зеленского и его, как я понимаю, ошибок, которые были допущены в прошлом. Вот в частности пишет, уволил, мы Зеленского же вспомнили, да, обезглавил ВСУ, обезглавил ЗСУ, уволив Залужного и еще 16 генералов, а теперь сдает Донеччину и Харьковщину. Человек не очень понимает о том, что это не ошибка Зеленского, а правильный путь, который явился полумерой. Увольнять надо было не Залужного и 16 генералов, а в том числе и всех остальных, которые сегодня стоят у руководства украинской армии. Всех. Всех, кто имеет... Знаете, я тут готов поддержать, я подозреваю, подозреваю, что прекрасный эфир, который у вас был с Артигрином... Да-да-да, он как раз... Вы можете комплиментарно сказать, что Артигрин у вас появился в том числе и благодаря моим усилиям. Потому что когда-то... Безусловно. Очень долго пришлось уговаривать, потому что он видел... А он пошел в отставку по возрасту и теперь стал публичным. А, вот так вот. Да. И я в свое время, мне кажется, найдя этого человека, тоже предложил немало усилий, вытаскивая его и рекомендуя его разным блогерам и разным интервьюерам. Я абсолютно его поддерживаю, как человека, который изнутри знает. Он вообще за то, чтобы 45 плюс из армии всех убрать. Все, кто учился в советских военных училищах, имеют военную школу. Убрать. Тем более, им на смену давно уже приобрели боевой опыт успешные командиры бригад украинских, которые доросли уже руководить генштабом и понимать, как современная война должна развиваться. И между ними идет непримиримая борьба. На самом деле. Более того, я вам скажу, количество вот этих штабных наших, ну, как другой мой интервьюируемый гость программы, такой есть Анистратска, он назвал злополковники плюс генералы. Их всех надо из армии убирать. Это главная проблема украинской армии. Так вот, Зеленский в полушаге, он не ошибку сделал, он, скажем, полумеру сделал. Но главная ошибка Зеленского не это, поверьте. Это все вот можно рассуждать. Главная ошибка его стратегическая еще до того, как он принял решение к президенту. Он пришел туда без мечты и без воли к тому, чтобы свою мечту осуществить. У него не было визии. У него не было... А разве вот в сериале, который вы сами же говорили мне, не просто так появился, что это был, на ваш взгляд, съемки этого сериала блестящим политтехнологическим ходом, разве в этом сериале не нарисована некая мечта о справедливой Украине без коррупции? Евгений Алексеевич, второе дело, не путайте Голобородько с Зеленским. У Голобородько в сериале, возможно, мечта и была. К своему стыду я никак не могу себя заставить до сих пор сериал посмотреть. Я видел только ролики. Да, я видел только ролики из него, хотя стыдно, по профессии и надо было бы изучить. А у самого Зеленского, у Владимира Александровича если не ошибаюсь, мечты не было. Такой мечты, ради которой ты всю систему посылаешь нахрен и говоришь, что ты мне тут не говорите, я буду строить принципиально другую систему. И Украина сегодня такая, которая мне не нравится, именно потому, что ваша система существует, я ее иллюстрирую и отменю. Примеры есть. Мы с вами дружим с человеком, который за свое убеждение сидит в крузинской тюрьме. Вот когда он в третьем году пришел к власти, чтобы вы понимали, 50 процентов установка органов власти было ликвидировано, 50 процентов. В остальных сразу были уволены 50 процентов сотрудников. А оставшиеся, ну если так все считать, это 25 процентов от всего, что было, были со временем заменены. Вот это мечта, вот это правильный подход. Это принципиально основано другое государство, а прежнее коррумпированное, преступное, было убрано и ликвидировано. При этом многие из того государства попали в настоящую тюрьму. Всего этого Зеленский не сделал. Обещал, все надеялись и сажать обещал, помните, и прочее. Ничего не сделал. Он просто возглавил ту систему, которую до него 30 лет строили его предшественники и до сих пор ее возглавляют. А в этой системе никаких эффективных шагов вы не сделаете. Вы будете менять генералом не потому, что понимаете, что советскую школу из армии надо убрать. Вы даже не знаете, что такое советская школа, что такое жуковщина. Просто вы некомпетентен как президент. А надо было принципиально понимать, что приходишь к власти в стране, которая уже с 14-го года в войне строит профессиональную армию, тем более кадровый потенциал был более чем. Именно он спас нас от поражения в 22-м году. Этот кадровый потенциал. И до сих пор эти армии разные. В одной армии военкомы бывшие, которая сейчас называется ЦЦК, ловят призывников на улицах. 15 огромных мужиков ловят одного хипстера, чтобы его затащить в бусик. А у другой армии работают реактивинговые центры, куда приходят добровольцы, высокомотивированные даже сейчас. Они набирают себе. Я этот процесс вижу. И это принципиально две разные армии. Надо оставить одну. Я даже в цифрах попытался вычислить. Сегодня силы обороны Украины это миллион четыреста. Силы обороны всех. Насгвардия, пограничники, СБУ, все. мне сообщили, мне сообщили, что если мы будем иметь 350 тысяч высокомотивированных профессионалов, ведущих боевые действия, которых будет обеспечивать еще 300 тыловиков армейских, эта армия примерно под 700 тысяч, никакая российская армия никакое наступление здесь не разовьет, потому что эти люди должны быть оснащены современным оружием, для них должны быть построены настоящие фортиликационные сооружения. Командиры должны каждую потерю рассматривать как серьезное ЧП бойца, поэтому они должны быть все сбережены максимально, это означает, что стрелковый бой это ЧП, что как только противник выдвинется в твою сторону, он уничтожается различными видами оружия и так далее. Вот такую армию должен был бы строить Верховный главарь Зеленский. Он как принял советскую армию, внутри которой есть другая армия. Так с ней до сих пор вот и возится, увольняя, заменяя одного советского генерала на другого советского генерала. Ну хорошо, вот сейчас пошел разговор о замене Кирилла Буданова, начальника главного управления разведки, который знаменит, наверное, на весь мир тем, что он единственный глава такой серьезной и очень секретной службы, который так много говорит с журналистами и так часто дает интервью. Вот это главная загадка Кирилла Буданова. Я не понимаю, как глава разведки может быть столь публичен, где он берет столько времени на интервью вместо своей непосредственной работы. Как по мне, в лучших варианте, кто возглавляет украинскую разведку, не должен знать никто, как, например, это долгое время было в Массаде. А если и знают, то кто он, как он выглядит, не должны представлять. Это первое. У меня была своя версия. Может быть, украинские разведчики столь высокие профессионалы, что сумели так себя прикрыть, что назначили какого-то парня играть роль публичного главы разведки, чтобы все внимание было на него. А реально разведкой управляет кто-то другой. Такая версия у меня была. Уже нет? Мне, мне, версию, что случилось с Будановым, выставили другие люди, она такая политехнологическая. Зная, что Зеленский в свое время не собирается быть больше одного срока, регулярно слыша его заявление, ребята, я устал уже быть президентом, вот придут выборы, закончу, Ермак и команда стали готовить ему преемника. Выбрали Буданова. Как раз он неплохо, неплохо популярен, склонен был вот к такому, знаете, к саморекламе, активно общаться, плюс герой такой, спецопера, знаете, флаговтыкания, к сожалению, плохие спецоперации, чтобы родить хорошую новость с тобой связанную, надо было пожертвовать жертвами довольно спецназовцев, а это золотой запас. Но тем не менее. И вот, дескать, это было от Ермака такое протеже на будущего кандидата в президента, который сменит Зеленского. Так как ситуация поменялась, а у Буданова никуда свои политические амбиции не делись, ситуация поменялась, теперь он не устраивает Ермака, потому что больше не нужен. Ну, вот его и увольняют. Это вот ситуация как залужная. Залужная прекрасно всех устраивала, потому что он менял тогда Порошенковский генштаб, а мы помним всех этих странных людей, Галатей, Муженко, уж такие, знаете, суперсоветские, супер такие советские, да, вот. Но когда у него возникла популярность, он стал неугоден, его отправили в ссылку. Сейчас подобная история случается и с Будановым. субтитры сделал DimaTorzok,